Сельскохозяйственная статистика отрасли экономической статистики, изучающая сельское хозяйство. Регулярный сбор статистических данных о сельскохозяйственном производстве в России был налажен в последние 3-18 века. Из двух основных комплексов сельского хозяйства, статистики растеневодства и статистики животноводства, первая, как ведущая отрасль, изучена гораздо лучше. Основное внимание уделялось статистике производства зерновых культур и картофеля. Систематических сведений о прочих отраслях земледелия не собиралось. До 1881 единственным источником урожайной статистики являются приложения к ежегодным губернаторским отчетам. Первичные данные для отчетов собирались через волосные правления и хозяйства частных собственников, которые затем пересылались и сводились в губернских статистических комитетах. В отчетах размеры урожаев приводились в натуральном выражении. За некоторые годы сведения опубликованы. В 1881 центр, статкомитет МВД произвел сплошной учет пассивных площадей под отдельными сельхозкультурами. Следующий учет был произведен в 1887, а с 1893 данные о пассивных площадях стали собираться ежегодно. Публиковались эти данные в специальных выпусках статистики Российской империи. Данные о пассивных площадях в целом достаточно точны, но несколько искажают картину соотношения пассивов на крестьянских надельных и частновладельческих землях в пользу последних. В 1916 и 1917 подробные сведения об общих размерах и структуре пассивных площадей были собраны при проведении сельскохозяйственных переписей. До 1883 единственным источником о сборах продукции полеводства были отчеты губернаторов. За некоторые годы эти данные опубликованы. Начиная с 1883 ЦСК определял данные о сборах продукции полеводства на основе данных о пассивных площадях и урожайности отдельно на крестьянских, надельных и частновладельческих землях. Наличие данных о пассивных площадях позволили комитету вычислить высоту урожаев на единицу пассивной площади. Сведения об урожайности культур собирались через сеть корреспондентов. ЦСК отсылал бланки сначала 6, затем 12 в каждую волость. Через губернские статистические комитеты сведения поступали в ЦСК. Данные урожайной статистики, собираемые ЦСК, публиковались в статистике Российской империи. Опубликованы сведения за 1883-1915. Сначала данные собирались по 49 губ европейской России, к 1907. По всей стране, кроме ЦСК, сбором урожайной статистики занималось Министерство земледелия и государственных имуществ. В 1880 было организовано собирание текущих сельскохозяйственных сведений с помощью добровольных корреспондентов Департаментом земледелия и сельской промышленности. Министерство сведения доставлялись по определенным программам в определенный срок – сначала 3, а с 1894 – 6 раз в год. Программа содержала вопросы об урожайности основных сельскохозяйственных культур, ценах на сельскохозяйственные продукты и скот, ценах на рабочие руки. Материалы, которые доставлялись добровольными корреспондентами, разрабатывались и печатались в шести выпусках под общим заглавием «Год в сельскохозяйственном отношении по материалам, полученным от хозяев». Опубликованы данные за 1881 – 1915. Количество корреспондентов Министерства земледелия, которые доставляли урожайные сведения, было намного меньшим, чем у ЦСКА и в разные годы в среднем составляло несколько тысяч. Еще одним комплексом сведений об урожаях является земская статистика. Сельскохозяйственные статистические сведения собирались как через добровольных корреспондентов, так и экспедиционным способом при проведении земских подворных переписей. Абсолютные показатели урожайности, приводимые в публикациях различных ведомств, несколько расходятся. На динамику урожая все три источника рисуют приблизительно одинаково. Специальных данных по системе земледелия, охвативших всю территорию России, не собиралось. Составить представление о системах земледелия можно на основе данных о распределении земель по угодиям. Наиболее полные и точные данные такого характера содержатся в материалах земельной переписи 1887 и земельной сельскохозяйственной переписи 1917. По отдельным территориям сведения по агротехнике дают также земские подворные переписи. Данные об обеспеченности сельского хозяйства орудиями и машинами собирались в 1895-96 Министерствам земледелия и государственных имуществ через сеть добровольных корреспондентов. В 1910 ЦСКА через волосные управления и местную полицию. В 1917 при проведении сельскохозяйственной переписи. Также локальные сведения о сельскохозяйственных орудиях и машинах содержат материалы земских подворных переписей. Регулярные данные о статистике поголового рабочего и продуктивного скота начали собираться через уездную полицию и сельскую администрацию с 1840-х. Содержатся в ежегодных губернаторских отчетах за 1864, 1870, 1883, 1888. Эти данные опубликованы в периодических изданиях ЦСКА. С 1900 ЦСКА собирает и публикует сведения о количестве сельского скота регулярно. С 1863 сведения о поголовье скота начинает собирать ветеринарное управление МВД Российской империи. Опубликованы данные за 1864-1908 в сборниках «Состояние скотоводства в России». Оба эти источника сильно преуменьшают абсолютное число, но могут быть пригодны для анализа динамики поголовья скота. С 1880-х проводились военно-конские переписи с целью полного учета поголовья лошадей. Опубликованы данные переписи 1882, 1888, 1891, 1893, 1894, 1896, 1899, 1900, 1903, 1904, 1905, 1906, 1908, 1910, 1912. Военно-конские переписи содержат сведения по уездам об общем количестве хозяйств владельцев коней, количестве безлошадных дворов, о количестве коней с распределением по возрастным группам, росту разных категорий владельцев, а также о распределении владельцев по обеспеченности лошадьми. Высокая достоверность военно-конских переписей обуславливалась тем, что они проводились для военных задач, при участии и под контролем военных. Кроме того, благодаря постоянству методики сбора и обработки, военно-конские переписи довольно точно отображают динамику развития конского поголовья. Также подробные, но нерегулярные сведения по статистике поголовья сельского скота дают земская статистика и сельскохозяйственные переписи 1916 и 1917. Специальных данных о товарности сельскохозяйственной продукции не собиралось. Приблизительные подсчеты товарной продукции возможны либо на основе расчетов остатка после минимально необходимой части сельскохозяйственной продукции для внутреннего потребления населения и хозяйственных нужд, либо путем анализа данных транспортной статистки, которая содержит сведения о количестве сельскохозяйственных грузов. Оба эти метода дают грубые результаты, которые можно интерпретировать как минимально возможную часть товарной продукции. Точные, но только локальные статистические данные о товарности сельского хозяйства содержатся в материалах земских подворных переписей. Разные ведомства проводили специальные разовые обследования различных сторон сельского хозяйства. Ценные сведения содержат публикации результатов исследовательской деятельности правительственных комиссий. Прежде всего, комиссии 1872-73 при Министерстве государственного имущества для исследования сельской промышленности России и Т.Н. Комиссии 16 ноября 1901 года для изучения сельскохозяйственного производства в среднечерноземных губерниях Европейской России ДР. Специальные исследования различных сторон сельского хозяйства Департамент земледелия Министерства земледелия и государственных имуществ проводил так же через своих корреспондентов. Результаты обследований публиковались отдельными выпусками под общим заголовком «Сельскохозяйственные и статистические сведения по материалам», полученным от хозяев. С 1884 по 1905 появилось 12 выпусков этого издания. Каждый из выпусков посвящен отдельной проблеме «Состоянию огородничества», «Садоводство», «Доходности земли», «Ценам на землю», «Распространенности вольно-наемной работы», «Урожайности зерновых культур», «Обработке картофеля», «Плотности посевов зерновых культур», «Состоянию садоводства», «Распространенности навозного удобрения», «Применению сельскохозяйственных орудий и машин». Основной недостаток статистики Министерства земледелия и государственных имуществ – небольшое число корреспондентов, что делает эти данные не всегда достаточно репрезентативными. Подробные сведения о сельском хозяйстве содержат материалы сельскохозяйственной переписи 1916 и поземельной сельскохозяйственной переписи 1917, проведенные Министерством земледелия с помощью земств. Перепись 1916 дает сведения по уездам об абсолютном количестве населения по севных площадях, с распределением по отдельным культурам, и о количестве рабочего и продуктивного скота. Перепись 1917, кроме этих данных, содержит также сведения о нанятой рабочей сели, распределении земель по угодиями, количестве основного сельскохозяйственного инвентаря. В публикациях переписи 1916 все хозяйства делятся на «хозяйство крестьянского типа». Хозяйство владельческого типа в переписи 1917 еще прибавилась категория «прочих хозяйств не крестьянского типа». В основу деления был положен трудовой принцип «все хозяйства, независимо от их размера, которые велись исключительно собственными силами, относились к крестьянскому типу». Все хозяйства, которые основывались на нанятой рабочей силе, относились к владельческим. С одной стороны, трудовой принцип классификации был более правильным, чем сословный, характерный для большинства изданий ЦСКА и Министерства земледелия. С другой, это затрудняет сопоставление данных переписей 1916 и 1917 секунд данными предыдущих обследований. Несмотря на ряд недостатков, переписи 1916 и 1917 содержат довольно точные данные, характеризующие состояние сельского хозяйства России к 1917.